Добрый день, уважаемые участники, друзья, коллеги. Конечно, благодарю за приглашение. И хотел бы, с одной стороны, я понимаю последние лекции, все устали и напрягаться никому не хочется, поэтому я постараюсь вас безболезненно развлечь. Лекции по поводу, что такое нейропластичность, и чуть-чуть рассказать про историю полтора столетия изучения нейропластичности, чуть-чуть анатомии, чуть-чуть физиологии, немножко философии. Надеюсь, что в конце вы будете немножко больше понимать, что же такое нейропластичность. То есть, с одной стороны, нейропластичность, согласно физическим законам, склонность материала подвергаться постоянной деформации под нагрузкой. Но вот слово нейропластичность, нейронная пластичность, пластичность мозга, кортикальная пластика, куча всяких определений, в общем-то, не имеет достаточно жесткой формулировки. Каждый понимает это по-своему. В этом есть объективные причины, есть субъективные причины. Вот в русскоязычной литературе я нашел вот такие вот, так сказать, интересные формулировки, что такое нейропластичность. То есть, способность мозга изменяться. То есть, здравый смысл подсказывает, что, в общем-то, все абсолютно просто. И сразу возникает вопрос, а почему такой ажиотаж вокруг этого слова? Почему оно такое популярное? Лично мне это слово уже перестало нравиться, потому что все, кому не лень использовать слово, имея в виду совершенно разные законы и правила, и просто вот объясняют. Вот как даже сегодня каждый второй лектор использовал слово нейропластичность, как нечто само собой разумеющееся. Но давайте разберемся, почему такой интерес к этому слову, и что, собственно, под этим словом имеется в виду. Ну вот, началось все с основоположника современной нейрогистологии, нейроанатомии Сантьяго Рамон Кахало, который посмотрел, ну, его друг Гольджи помог ему разработать метод окраски нейронов. Вообще-то нейроны прозрачные клетки, поэтому если вы видите в учебниках и фотографиях клетки черного цвета, они просто специально покрашены, чтобы их можно было видеть под микроскопом. И вот Гольджи, так сказать, разработал метод окраски солями серебра, и Рамон Кахал начал делать свои зарисовки, как выглядят нейроны. Это вот его оригинальные рисунки на этом слайде. Но, естественно, когда он прослеживал связи одной клетки с другой, он обратил внимание на проводящие под пути пучки аксонов, ядра где-то, так сказать, эти аксоны переключались с другими нейронами. И, естественно, так сказать, у него в голове возникла модель такой сложной сети анатомической, которая, ну, анатомия же, она же жесткая, так сказать, вот она раз выросла, значит, так и должна быть. Поэтому, так сказать, сомнения о том, что, так сказать, какие-то его сотрудники, соратники, друзья выдвигали некие положения о том, что все не так просто, что, возможно, система не такая жесткая. Но Кахал эту, как бы, идею сначала вроде принял, а потом отверг. И в 1890 году слово вообще нейропластичность появилось в работе психолога Уильяма Джеймса, который, собственно, использовал такую простую метафору, он пытался объяснить, как у человека развиваются привычки. И он, так сказать, немутствую лукаво сказал, представьте себе пустыню после дождя, и вот какой-то поток воды, который в песках пробивает себе русло. Вот так вырабатывается привычка. Если вы делаете какое-то повторяющееся движение или какое-то действие, то у вас с мозгу определяется вот этот вот путь. Позже, так сказать, еще, значит, его коллеги говорили о том, что вообще-то, ну, может быть, это, как объяснить пробивание пути, что это такое. Ну, вот его коллеги предположили, что расстояние между нейронами, уже тогда было понятно, что между нейронами есть некое расстояние, что уменьшается расстояние между нейронами, поэтому что-то происходит лучше или легче, быстрее. Потом Шерингтон открыл контакт, собственно, синаптический контакт, и с тех пор, считаясь, начало 19 века, 20 века, 1900 и 1909 год, некий профессор Лугара был первым, кто дал название пластичности как синаптической реорганизации, то есть обозначение, которое используется по настоящему моменту. Но, к сожалению, сама идея о том, что нейронные связи могут перестраиваться, задержалась в наших представлениях приблизительно на полвека. И, так сказать, поскольку это было начало, так сказать, радиотелефонизации, так сказать, нашей цивилизации, то исходное представление о том, как устроен мозг, мозг устроен как телефонная станция. Вот это довольно интересно, потому что, так сказать, на моей памяти так получилось, что вот с 70-х годов по настоящее время представление о том, что такое нейрон или синаптическое кончание, менялось абсолютно в параллель развитию технических, так сказать, средств. То есть сначала люди думали, что нейрон – это диод. Сначала, что, так сказать, нейроны соединяются в структурах мозга как телефонная станция. Потом, когда появилась даже такая книга «Диод» – это очень просто в Америке. Потом «Транзистор» – это очень просто была переведена на русский язык, и все стали думать, что нейрон – это транзистор. Потом это была микросхема, потом процессор. Теперь считается, есть некая гипотеза о том, что каждое синаптическое окончание – это само по себе процессор. И, соответственно, параллельно распределенные вычисления – это то, чем занимается мозг. Соответственно, с точки зрения технизации мозга, да, это вот связь, если это раньше были телеграфные провода, то теперь это интернет. Кабели, которые соединяют структуры и нейроны. И, в общем-то, это такая технизация, технический взгляд на устройство мозга, он довольно популярен. В Маслицев огонь подлили, вот в эту картинку уже сегодня видели, два доктора. Один – немец фон Брака, другой – француз Верники. Во время франко-прусских войн и с той и другой стороны стали использовать активно шрапнель с мелкими поражающими элементами. Поэтому появилось очень много раненых с проникающими ранениями в черепе. И как это получилось, но одновременно с той и с другой стороны описали раненых, у которых поражена специфическая область, которую потом назвали зона Брака и зона Верники. То есть различные два разных типа афазий. То есть, с одной стороны, в одном случае человек не может говорить, знает, что сказать, но не может сказать, потому что аппарат не работает. А с другой стороны, человек может сказать, но не знает, что. То есть речь нарушена и в том-другом случае, но только разные причины. И это послужило катализатором для того, чтобы все стали искать и изучать зоны мозга. И появился так называемый атлас Бродмана. До сих пор он во всех учебниках присутствует. И мы знаем номера зон, мы знаем, что 17-е поле – это зрительное, 18-е – вторичная кора, премоторные – моторные зоны и так далее. То есть порядка 50 областей было выделено. И приблизительно полвека народ изучал, как это все локализовано. И такая локализация функций была совершенно очевидной. Но потом, так сказать, в 20-40-х годах психологи стали доминировать в понимании, так сказать, организации мозга. И они отвергали наличие нейронных сетей, отвергали обучаемость нейронных сетей, потому что они говорили, ну действительно, вы можете посмотреть, что другой человек делает, и повторить это все с одного раза. Вам не надо это учить, вы можете это воспроизвести. Поэтому глупости – это все обучение и прочее. И только в 1948 году польский психолог Ежик Конорский сформулировал все-таки нейрофизиологическую, нейроанатомическую точку зрения на устройство мозга и сказал, что пластические изменения будут связаны с образованием и размножением новых синаптических соединений между акционными терминалями, одной нервной клеткой и сомой, то есть телом и дендритами, другой. Ну, народ серьезно задумался, потому что учебник был довольно серьезный, основанный на многих экспериментальных данных. И тут год спустя появилась знаменитая работа Дональда Хэба, канадского психолога, который опубликовал в книге «Организация поведения». Следующее утверждение, что «Neurons set fire together, wire together» – одновременно активные нейроны связываются между собой. И это очень интересно, потому что буквально несколько лет спустя основателей появился термин «искусственный интеллект», собственно, с 1956 года началось развитие концепции искусственного интеллекта, и вот это утверждение Хэба играло немалую роль в понимании разработки алгоритмов искусственного обучения, обучения нейронных сетей. И, как говорил Хэб, когда одна клетка неоднократно помогает в запуске другой, аксон первой клетки развивает синаптические контакты или увеличивает их, если они уже существуют, в контакте с сомой или телом второй клетки. Появилось множество, так сказать, экспериментов, и дальнейшее развитие этой концепции подтверждено многократно экспериментально. Но 1949 год является тем самым границей, когда понятие нейропластичности от теоретического и чисто так называемого интуитивного переходит в область экспериментальной, когда люди ставят эксперименты, подтверждающие, что мозг на самом деле пластичен. И вот в этой книге «Двухтомник по нейропластичности», несколько лет назад изданный, вот тут упоминается два человека первых, и не упоминается третий. Ну вот первый – это Хьюбл Визл, это нобелевские лариаты, которые исследовали функции зрительной коры у кошки. И вот они, когда экспериментировали с животными, обратили внимание, что если каким-то образом мешаться физиологию или анатомию зрительной системы, особенно у новорожденных хотят, то эти изменения нивелируются, компенсируются, и, так сказать, новые зоны мозга берут на себя функции старых или поврежденных областей. 20 лет спустя похожие эксперименты провел Майкл Мерзник, он работал на обезьянах, и он показал, что если указательный палец обезьяны нервируется двумя нервами, если одну веточку перерезать, то проекция в коре становится пустой, то есть к нему перестают поступать эфферентные связи. Но святое место пусто не бывает, через какое-то время соседние области начинают, соседний нерв, который нервирует соседние области, начинает захватывать эти зоны, образовывать контакты, и корковая зона, которая является мощным, скажем так, аналитическим аппаратом, и мы об этом, может быть, завтра поговорим, начинает активно участвовать в обработке информации, которая раньше к нему не поступала. А вот третьим человеком, который здесь обозначен звездочкой, был мой учитель и друг, профессор Пул Бакурита. И он был первый ученым, который показал или доказал на человеке, и начал громко говорить о том, что мозг человека пластичен. Будучи аспирантом Каролинского университета в Швеции, он выдвинул три концепции, которые поддерживал и подтверждал всю жизнь. Все эти три концепции были признаны ересью, и никто его всерьез не воспринимал. А первая, хотя здесь написано у меня вторая, на самом деле первая концепция, которую он выдвинул, и, так сказать, на самом деле, которая является сейчас таким хорошим камнем преткновения в дискуссиях о создании искусственного интеллекта, это о том, что мозг вообще не линейная система. То есть мозг не может быть линейным, не может быть описан компьютерными алгоритмами. И о том, что мозг не линейный, мы его и так уже знаем в разных, так сказать, экспериментах. Даже предыдущий доклад тоже упомянул о том, что, в общем-то, там нелинейные системы работают в физиологии лучше, чем линейные. Но, тем не менее, это, так сказать, ставит вопрос, можно ли разработать алгоритмы, тем более, что нелинейная система трудно подается алгоритмизации. Но это, как бы, одна тема. То есть он, на самом деле, утверждал, что мозг, помимо передачи информации через нейронные связи и синапсы, использует другие способы. И тогда, когда он первый раз это выдвинул, народ, так сказать, начал возмущаться, как-то так. Вот мы знаем, что есть нейроны, и все, больше ничего в мозгу нет. Однако нет, на самом деле, есть несинаптическая трансмиссия, так называемая. То есть куча нейрохимических компонентов выбрасывается в межклеточное пространство и дефундирует в различные отделы. Это показывает. Кроме того, 60% клеток мозга – это глия. Простите, 50% по весу, 60% по количеству мозга – это глиальные сети. И это не просто сопровождающие клетки, это активно существующие, так сказать, системы, про которых мы практически ничего не знаем. Мы только начали их изучать более-менее плотно, лет 10 назад. И, так сказать, там фантастический совершенно результат и наблюдение эксперимента показывает, что глия на самом деле не менее важна, чем нейрон. Ну и, наконец, второе утверждение, собственно говоря, про что мы будем говорить завтра, это сенсорное замещение. То есть, чтобы подтвердить или убедить людей о том, что мозг на самом деле пластичен, он всю свою жизнь занимался тем, что пытался разработать систему для помощи слепым. И, так сказать, он выдвинул концепцию сенсорного замещения, что если какая-то сенсорная система не работает, то можно использовать здоровую рабочую систему, другую, и передать эту информацию и соответствующим образом работать необходимым для того, чтобы заместить сломанную или нерабочую систему. И для того, чтобы это подтвердить, он разработал вот такое устройство, то есть, все вы в детстве знаете, наверняка каждому в детстве пальцем рисовали на спине буквы или читали слова. Вы знаете, что кожа способна передать изображение, и мозг способен распознать то, что написано на спине пальцем или карандашом. Поэтому он предложил сделать следующее. То есть, на кресло, на спинку кресла было вмонтировано 400 соленоидов, которые выдавливали картинку, которую передавала телевизионная камера. Естественно, черно-белое изображение. И буквально шесть лет подряд все мировое сообщество, все научные журналы и околонаучные журналы публиковали статьи о том, что человек способен видеть кожей. Я был студентом, когда это взорвало научный мир. Я тогда учился на кафедре биофизики Леяградского университета. И мы тоже пытались там изображать всякие системы. И мы очень много потратили времени интересного, экспериментов на воспроизведение этих результатов. А теперь, как бы, вот получается, что сейчас, если вы спросите любого специалиста или прямо в нейрофизиологии, или люди, которые имеют дело с мозгом так или иначе, это естественный процесс. То есть, как мозг пластичен, никто в этом не сомневается. Но в начале 70-х в этом сомневались все. Таким образом, если рассмотреть историю нейропластичности, то есть сначала исходно считалось, что и мозг анатомически, созревший мозг, он стабилен, и функционально он стабилен, локализация функции жестко привязана. Потом появились сомнения, а сейчас мы знаем, и это уже в многочисленных экспериментах доказано, что мозг анатомически пластичен и физиологически пластичен. Но возникает вопрос, как? Как это вообще может быть анатомически пластичным? Ну и современное, как бы, одно из современных определений нейропластичности, это нейропластичность, это динамическая оптимизация физиологических функций под управлением нервной системы на основании анализа потока мультимодальной сенсорной информации. Звучит немножко суховато и не совсем с моей точки зрения правильно, но хотелось бы уточнить, что на самом деле мало кто отдает себе отчет, что у нас пять органов чувств, это пять сенсорных систем, но на самом деле сенсорных систем у нас больше 30. просто все остальные десятки систем не имеют органов чувств, ухо как ухо, глаз там и язык. А у нас по всему телу разбросаны и проприорецепторы, и рецепторы сухожилия, барорецепторы, рецепторы напряжения кислорода, углекислого газа и так далее, и так далее. Тысячи встроенных в наше тело систем под контролем нервной системы определяет наше состояние, поведение, движение и восприятие окружающего пространства. Давайте посмотрим, что такое современная концепция. Во-первых, начнем с того, что нейропластичность это свойство, на самом деле я очень люблю слово атрибут, если кто-нибудь помнит, откуда это. Те, кто сдавал научный коммунизм, помнят определение Энгельса, что сознание, атрибут высокоорганизованной материи. Атрибут это неотъемлемое свойство. Это не то, что было и не стало. Это то, что можно включить или выключить. Нет. Это не один механизм. Это десятки, если не тысячи, механизмов, которые работают на всех уровнях организации нервной системы. Что я при этом имею в виду? Давайте я расскажу немножко про себя. моя специальность сенсорная физиология. То есть я работал со зрительной системой. То есть я работаю с нервной системой и мое образование это на уровне, например, зрительной системы, равновесной системы, моторной системы, сенсомоторный контроль. Это как бы моя часть профессионального образования. Кроме того, моя диссертация была по рецептивным полям наружного коленчатого тела. То есть я работаю со структурами, таламическими ядрами. То есть я должен знать клеточную физиологию. И это как бы мой уровень экспертизы, что называется. Но мы же знаем, что кроме нейронов есть еще и внутриклеточные организации органеллы, митохондрии, ядра. есть молекулярный уровень. Люди, которые занимаются фармакологией, работают исключительно, но не исключительно в основном в этой области, занимаются высокоорганизованными органическими молекулами. На следующем уровне это генетика, это РНК, это синтез белков, это ионные каналы и так далее. Это сама по себе отдельный мир. И я просто, у меня нет времени даже этого касаться. Но я могу сказать так, что если вам дать или мне дать статью по молекулярной генетике или молекулярной биологии, да, я, наверное, прочитаю хоть на русском, хоть на английском, но пойму ли я чего-нибудь из этого, потому что половина терминов не знакомы, теории вообще не представляют как аргументировать те или иные результаты. То есть есть ограниченные возможности когнитивные у человека. а последние 20 лет я работаю с реабилитационной медициной, занимаюсь как раз восстановлением инсультных больных и травматических и рассеянный склероз, партинсон, детский церебральный паралич. Поэтому я вынужден работать в области поведения, то есть рефлексы, симптомы тех или иных заболеваний. И, естественно, поскольку любое неврологическое заболевание отражается на когнитивные функции человека, приходится разбираться с когнитивными функциями. Ну, например, социология демографии, я даже не пытаюсь туда забраться. Но в качестве примера я расскажу такую историю, что вот однажды на конференции разговаривал с двумя специалистами. Мы все занимаемся рассеянным склерозом. И вот один специалист занимается молекулярной иммунохимией, а другой специалист демографии. Я говорю, с какого глубокой демографии, он говорит, а вы знаете, что, например, почему, никто не знает, почему рассеянный склероз максимально встречается в Канаде и в Южной Африке, а на экваторе рассеянного склероза практически не бывает. И никто не знает, почему пик диагностики рассеянного склероза приходится на май, а минимум на ноябрь, а в течение всего остального года ровно. Так что, вроде мы все занимаемся рассеянным склерозом, но говорим на совершенно разных языках. Поэтому, возвращаясь к нейропластичности, на каждом из этих уровней существуют эксперименты и доказательства о том, что существует пластичность, подвижность, адаптивность, как хотите, терминов очень много существует. Поэтому, так сказать, говорить о нейропластичности как о чем-то одном совершенно бесполезно. например, то, что попадает в сферу моих интересов, это, например, системный уровень, например, такой процесс как размаскировка. Я попытаюсь на следующей лекции рассказать, как у слепых людей от рождения вдруг включается аналитический аппарат зрительной системы на анализ сигнала с языка. Это называется размаскировка. То есть, у нас существует масса запасных путей, которые не включаются, пока не понадобятся, пока нет необходимости. Особый вопрос герностатической регуляции тоже немножко сегодня затронем. Но, вообще-то, в силу ограниченности времени сегодня буду рассказывать только на уровне клеточном и на уровне синаптическом, потому что это самое, не то чтобы актуальное, но одно из самых интенсивно развивающихся направлений пластичности это пластичность нейронов и пластичность синапсов. Что при этом имеется в виду? Вот структурная пластичность это, во-первых, развитие. Все мы знаем, что когда ребенок развивается, извините, от одной клетки до организма, то идет огромная перестройка, не то что перестройка, а постройка собственно мозга. Как строится мозг, как он меняется, почему меняется динамически по часам и по минутам. Старение никто не будет отрицать, что функции мозга с возрастом ухудшаются. И мы как-то к этому должны привыкать и как-то должны адаптироваться. Неродегенерация, но если возникает какое-то заболевание или иммунная система начинает шалить, появляется куча заболеваний, которые постепенно разрушают мозг, к любому заболеванию мы должны адаптироваться, тоже пластичность. Синаптическая пластичность и нейрогенез мы поговорим чуть-чуть попозже, но пластичность зависящая от активности, это, пожалуй, самый ход топик сейчас, и вы, наверное, сами вольно или невольно с этим сталкивались, потому что буквально со всех углов вам говорят, что вы можете сами себя изменить, вы можете сами себя перестроить, вы можете сами себя улучшить и прочее, на самом деле под этим лежит некая база, потому что последние 15 лет было очень много экспериментов и наблюдений, показывающих, что да, любые упражнения, физические упражнения, когнитивные упражнения, медитативные упражнения, регулярная медитация тоже может привести к анатомическим изменениям в мозгу, утолщению коры, появлению более плотного белого вещества и так далее. То есть вот то, что называется use it or lose it, то есть если вы используете мозг, вы его упражняете, он развивается, если его не упражняете, он деградирует. Это на самом деле так, и на самом деле это происходит как раз на клеточном и синаптическом уровне. С точки зрения функциональной, да, что такое пластичность, это адаптация, мы приспосабливаемся хоть к климатическим условиям, хоть к социальным условиям, то есть у нас есть, у нас сложена способность адаптироваться к изменяющей окружающей среде, развитие профессиональных навыков, обучение, обучаемость, вообще память, это что? Это пластичность, если вы завтра будете помнить, что я вам сейчас говорю, это значит, что у вас в мозгу что-то изменилось, это значит, что что-то, так сказать, поменяло конфигурацию, на каком уровне, на молекулярном, клеточном, синаптическом, об этом можем только догадываться, никто не знает толком, что такое память, вообще, где она находится, существует 15 разных типов памяти, насколько я помню, но как они организованы, большой вопрос, мы еще до конца не знаем, соответственно, образование и развитие технологий это тоже результат, вот как мы создаем что-то новое, как мы интуитивно можем находить что-то, чего не следует из законов формальной логики, это хороший вопрос, самоориентированная пластичность, ну да, это вот самосовершенствование, самый гипноз и прочее, прочее, то есть, вот эта вся область, она и тоже показывает, что на самом деле, так сказать, вы можете, если захотите и знаете, как вы можете изменить и себя, и свой характер, и свое отношение к жизни, про медитацию я вообще молчу, потому что это сейчас становится чуть ли не общая тенденция, каждый человек знает, что это медитация и знает, что нужно делать и, так сказать, этим пользуется, ну, соответственно, если мы пойдем и посмотрим, какие две концепции структурной пластические, они довольно простые, то есть, либо мы укрепляем и усиливаем существующие связи, или ухудшаем их, если мы их не пользуем, либо формируем или формируем новые связи, либо убираем старые связи. это в области, в этой области исследования, по-моему, с моей точки зрения, ну, буквально половина работ физиологически так или иначе с этим связана, напрямую или косвенно. Соответственно, что такое усиление существующих связей, то есть, развитие синапсов, то есть, улучшение контактов между клетками, это может занимать миллисекунды или часы. Это довольно интересно, потому что, когда вот я сдавал физиологию высшей нервной деятельности в 77-м году, то тогда считалось, что синаптические связи должны образовываться в течение дней, недель, может быть, месяцев. На последней конференции Neuroscience, которая была несколько лет назад, там показывали экспериментальные результаты, когда новая синапсия образуется в течение 20 миллисекунд. То есть, поэтому образование новых связей могут занимать довольно короткий промежуток времени. Усиление существующих синапсов может занимать часы и дни. Образование новых связей, вот как раз размаскировка минуты-дни. А вот вырастание новых окончаний. Появление новых дендритных шипиков или разрастание новых аксонов может занимать дни и месяцы. У меня были пациенты, на которых совершенно четко наблюдалось, что образование новых аксональных связей спинного мозга занимало в случае моторных связей 18 месяцев, а в случае сенсорных 23 месяца. Но это у меня был один такой пациент совершенно уникальный. Тем не менее, что мы можем говорить о том, что структурной пластичности. Это появление новых нейронов. На самом деле, во-первых, термин нервной клетки не восстанавливается, он, так мягко говоря, под вопросом, потому что, например, спинном мозгу нервной клетки восстанавливается, а вот в головном мозгу не очень, хотя до конца это все не исследовано. Зато в мозгу существует четыре мощных источника так называемых нейропрогенитар селс, то есть дно первого, второго, третьего, четвертого желудочком является источником новых нейронов, как бы stem cells, из которых могут получаться только нейроны и глия. И, так сказать, вот я сам, так сказать, ну не наблюдал, у меня в соседнем офисе работала группа, которая изучала миграцию новых нейронов в обонятельную луковицу, то есть вот у макаку резусов каждый день образовывается 40 тысяч новых нейронов, которые ползут, реально ползут, в сторону обонятельной луковицы, и, как вы знаете, обонятельная эпителия у нас обновляется раз в неделю, там дней 10 полностью, поэтому, так сказать, у нас тоже присутствует этот механизм, то есть тысячи новых клеток образуются в мозгу и расползаются туда, куда им надо. Седаптогенез, развитие связи с нейронами, вот это самая сейчас такая же трепещущая тема, потому что получается, что синаптические связи это является как бы основой, ну, опять-таки, это вопрос с точки зрения зависит, если мы глубоко, так сказать, положа руку на сердце, можно сказать, вообще все в мозгу это биохимия, все процессы в мозгу это биохимия, это все молекулярное, все делается на молекулярном уровне, и по большому счету это так, но если мы берем уровень организации немного больше, то на каждом уровне есть свои правила, свои законы, поэтому, когда мы говорим, что нейрон передает сигнал от одного нейрона к другому через синаптическую связь, мы работаем с понятиями нейрон и синапс, хотя на самом деле, если мы посмотрим на синапс, это более сложно организованная система, и надо разговаривать уже на уровне молекулярной биохимии, как выбрасываются нейромедиаторы, как у вас выработают рецепторы на постсинаптические мембране и так далее. Вот, что-то я разговаривался, то есть изменение внутренней структуры нейронов, особенно в области синапсов и шипиков. Вот следующий слайд я взял из чужой презентации по квантовой нейробиологии. В чем смысл? Значит, вот просто очень красивая картинка, насколько я помню, из японской статьи, как организован синапс. То есть, это вот контакт между, один контакт между двумя нейронами. Хотя на конце одного нейрона могут быть тысячи контактов, и на входе другого нейрона десятки тысяч контактов, то есть, они миллионы. Каждое отдельное синаптическое окончание имеет пресинаптическую часть и постсинаптическую мембрану. А между ними находится пространство, которое называется синаптическая щель. То есть, когда спайк или импульс приходит на пресинаптическую мембрану, выбрасывается нейромедиатор, рецепторы на постсинаптической мембране принимают эту химическую активную субстанцию и генерируют электрический импульс. Но, возвращаясь к нелинейности, опять, почему мне понравился этот слайд, они здесь специально говорят, что пресинаптическую процесс можно описать дифференциальным уравнением с одним неизвестным. А вот передача импульса между двумя мембранами и ответ по синаптической мембране это уже дифференциальное уравнение с многими неизвестным. Значит, с точки зрения физиологии, это выглядело так вот на моей личной истории, что-то называется. Был такой профессор магазанник, который у нас преподавался на патологию. И я помню, он и говорил, что импульс, да, это все или ничего, это положительный спайк, негативных спайков не бывает. Поэтому передача информации, грубо говоря, но леденица. 70-е годы это было очень хорошо, популярно, все вкладывалось. Вот, все было гладенько. А в 91-м году я случайно встретился с профессором магазанником и его коллегой академиком Костюком на конференции в Русалиме. И они мне сказали, Юрий, ты знаешь, вот сейчас мы ничего не можем гарантировать. Сейчас, если даже пришел импульс на синаптическое окончание, на выходе может быть все, от плюс единицы до минус единицы со всеми промежуточными вариантами. То есть, опять получается, мы имеем в виду, даже отдельный синапс является очень нелинейной структурой. И предсказать его поведение очень сложно. Ну, соответственно, если активность при синаптическом окончании увеличивается, то и мембрана площадь контакта между двумя клетками тоже увеличивается, вот, например, за счет складок. Или, например, за счет увеличения плотности постсинаптических рецепторов, увеличением объема выбрасываемого медиатора. Если активность продолжается, то можно наблюдать с одной стороны простое линейное усиление сигнала, с другой стороны удвоение как прессинаптических, так и постсинаптических площадок, то есть, тем самым эффективность передачи сигнала или качество передачи сигнала увеличивается. Соответственно, и дендритное дерево, посадочная площадка для синапсов образуется на так называемых дендритных шипиках, то есть, на дендритах нейронов находятся вот такие образования грибообразные, которые называются шипики, и на них как раз в основном располагаются синаптические окончания. Насколько это важно, могу показать на следующем слайде. Это справа особенно, два кусочка дендритов, нейронов нормального ребенка и ребенка с синдромом Дауна. То есть, вы видите, что гендритные шипики, то есть, посадочные площадки развиваются неправильно. То есть, по какой-то причине, генетическим нарушениям или какие-то биохимические нарушения, не образуется правильной контактной площадки. В результате синапсов меньше, качество хуже. И, соответственно, функции слабее, функция ненадежнее, функция не развивается полностью или так же качественно. И это относится и к другим такого же типа заболеваниям. Там Энгелман синдром, Фреджи Лекс синдром, аутистичные дети. Там тоже есть проблемы с синаптическими окончаниями и плотностью дендритных шипиков. Но аутизм это довольно широкое заболевание, это много всяких вариантов. Но в частности, классический аутистичный ребенок, у него нарушается качество и количество синаптических связей. Теперь кстати о связях. Следующее, что бы я хотел еще раз сказать, что существует мнение, что мозг состоит из нейронов. Основной игрок в мозгу это нейроны. На самом деле посмотрите, как выглядят нейроны. На самом деле тело нейрона только маленькая точка. Основная часть нейрона, а нейроны самые большие клетки в человеческом организме, составляют дендриты, то есть вот эти большие литвистые деревья это дендритные деревья, туда, куда приходит информация на нейрон. То есть основная масса мозга это не нейроны, а дендритные деревья и синаптические связи. Вот это классический рисунок нейронов мозжечка того же Рамона Кахала вы видите соотношение связей, ветвей и на каждой веточке находятся синапсы. Теперь вот если взять некую группу нейронов из коры головного мозга мыши и сделать десятимикронный срез, то мы получим вот в этом десятимикронном срезе вот это помеченные синаптические окончания. То есть тысячи синаптических окончаний. А вот то, что еще больше меня удивило, наверное, уже не удивило, это буквально несколько недель назад была опубликована статья в журнале Science о том, что люди сделали такой анализ одного кубического миллиметра мозга человека. То есть обычно все золотые рыбки мышки. А тут значит в одном кубическом миллиметре мозга человека, если его описать с нужным тщатинем, находится 1400 терабайт информации, описывающих 57 тысяч клеток, 230 миллиметров сосудов и 150 миллионов синапсов в одном кубическом миллиметре мозга человека. Значит, если мы принимаем внимание, что кто-то считает, что каждое синаптическое окончание это отдельный процессор, можете дальше считать сами, представить себе сложность или описание обработки информации в такой системе. Плюс они обнаружили редкое, которое раньше наблюдалось только в подкорковых структурах обнаружили такое объединение синаптических окончаний, которое включает себя до 50 синапсов. Теперь другое, так сказать, use it and lose it, то есть тоже известное выражение используя или потеряя. Что имеется в виду? Эти эксперименты были проведены на крысах, потом повторены на других животных, включая обезьян. На крысах будто выглядело так. То есть молодых крыс поместили, одну группу разделили пополам, одну группу поместили в камеру без света, звука, на воду и на хлеб и воду, что называется, а другую группу поместили в клетку, где светло, тепло, дискотека, танцы и прочее, любая еда. и через три месяца посмотрели, как у них выглядит мозг. Так вот, слева колонка, это там, где нету ничего, никаких сенсорных, минимальная сенсорная стимуляция, а правой колонке, там, где максимальная сенсорная стимуляция. То есть, если вы видите, ну и, соответственно, промежутки между ними, то есть, вы видите, что сенсорная насыщенность сенсорных сигналов позволяет формировать новые связи, то есть, нейронов не увеличилось особенно, а вот количество связи и качество связи существенно увеличилось. Это вот послужило основой для этой формулировки, которую сейчас все знают, use it or lose it, то есть, используя или потеряешь. То есть, если мозг не нагружается, он теряет свои контакты, если он нагружается, он развивает свои контакты. соответственно, в любом периоде, то есть, в периоде человеческой жизни любого человека наблюдается несколько периодов специфических, то есть, период развития, когда мозг зазревает. Это, безусловно, период, что называется, повышенной пластичности, когда мозг начинает обрабатывать сенсорную информацию. активность и зависимая пластичность, когда изменения определяются теми или иными изменениями в организме. Пластичность обучения и памяти, когда мы воспринимаем новую информацию, учим новые навыки, узнаем что-то новое и пытаемся это применить в своей жизни. Ну, пластичность, вызванная травмой, собственно, нервной системы, то есть, к любому заболеванию человек приспосабливается, каким бы тяжелым это ни было, может быть, за исключением комы и минимал consciousness стоит, что называется, минимальное осознание, ко всем остальным заболеваниям человек так или иначе приспосабливается, и физически, и физиологически. Это тоже пластичность. И поэтому, как бы, говорить о том, что пластичность всегда хорошо, ну, вот тут надо поспорить, то есть, бывает ли отрицательная пластичность. Но есть другая сторона пластичности, не только пластичность, скажем так, имеет несколько направлений. Ну, немножко поговорим о пластичности развития, поскольку, вот мы знаем, что, наверное, самое, я уже говорил, самая сильная пластичность, это когда из одной клетки появляется человек. довольно интересно будет посмотреть. Вот так в чашке Петри развивается аксон. То есть, на конце веточки каждого нейрона находится нечто, которое ведет себя, как аммиоба, которое чувствует окружающую среду. Вот если в окружающую среду помещается что-то опасное, вот, например, тут капелька ртути попадает в раствор, и растущий нейрон тут же реагирует на это. То есть, это поведение. Вот так прорастает нейроны оптического нерва через хиазм. То есть, вы видите, что это динамика. То есть, мозг на самом деле не стационарное структурное образование, это мозг постоянной динамики. Вот у меня, к сожалению, я не нашел это видео, но мне друг показывал, значит, как у мыши работает астроцит. Астроцит это глиальная клетка, которая обеспечивает нормальную работу нейрон. Так вот, это в реальном времени клетка просто вот так ощупывает, так сказать, как тысячу рук, ощупывает соседние нейроны, проверяет, что-то там проверяет. Мы не знаем, что проверять. Дальше возникает следующий вопрос, тоже интересно, а как же вот из такого, как же все-таки формируется мозг, ведь там же есть и пути, и структуры, как будто бы он четко по какому-то плану построен. Так вот, по какому плану построен мозг, вот это тоже интересно, то есть, вот я иногда студентам говорю, что вот есть хорошая иллюстрация из серии ландшафтного дизайна, вот есть понятие французский парк, и есть понятие английский парк, вот французский парк построен по линеечке, вот красиво, все по плану, а вот английский парк строится немножко по-другому, это у них такая вот культурная традиция, то есть, на территории, где должен быть парк, запускают людей, и какое-то время ждут, а потом смотрят, где протоптаны тропинки, и вот там, где тропинки протоптаны, там они кладут дорожку. Вот так же строится человеческий мозг, потому что при рождении и первое месяце после рождения у человека и у животных, кстати, то же самое, количество нейронов и связей намного больше, чем нужно, а потом наступает момент, когда ненужное отсекается, но вот то, что нужно, определяется тем, чем мозг ребенка загружен, то есть в первые месяцы, на первом месте сенсорная информация, зрение, слух, тактильная информация, контакт кожи матери с ребенком, это очень мощный фактор, который формирует мозг, потом, когда ребенок начинает ходить, ползать, там стоять, это моторное развитие сенсорных систем, и только потом начинается развитие высших функций, когнитивных функций, и так далее, и так далее, вот, то есть для каждого периода нужен обеспечить максимальный объем сенсорной информации, тем самым, например, изучение второго языка очень сильно увеличивает способности мозга к адаптации, это тоже уже была масса работ на эту тему, вот, если ребенок лишен сенсорного входа, необходимого сенсорного входа, у него мозг теряет до 30% массы, и потом уже, если период критический прошел, ребенок никогда не станет, достигнет уровня развития сверстников, ну, например, музыкантов, так сказать, тоже юзет и лузет, значит, у профессиональных музыкантов, если померить порог чувствительности указательных пальцев, он у них приблизительно в два раза меньше, чем у нормального человека, но при этом, значит, эффект зависит не от того, сколько лет человек занимается музыкой, сколько часов в день он посвящает, то есть интенсивность упражнений намного более важна, чем длительность периода занятий. Соответственно, представительство кисти и пальцев в коре тоже у него увеличено по сравнению с нормальным человеком. Кстати, о картах вот тоже хотел вам показать еще. Современные методы картирования заключаются в следующем, то есть сначала мозг надувается, как воздушный шарик, чтобы разгладить все извилины, а потом расправляется типа географической карты. В результате появляются сравнимые карты у разных людей. Вот это болт сигнал, то есть это уровень оксигенации в коре раскрашивает вот карту такими, то есть синие это маленький уровень оксигенации, красный высокий уровень, это значит, что там потребление кислорода повыше, то есть значит там выше активность, значит там выше нейрональная активность, логика такая. Но при этом если раскрасить, что называется, разными функциями, то не получается как бы тех зон, которые нарисовал Бродман. И метод картирования таким способом показал, что у нас там не 50-60 карт, как у Бродмана в атласе, а 180. причем эти карты отличаются, во-первых, отличаются даже у близнецов, они разные, то есть у всех людей они по-разному расположены, во-вторых, они динамические, то есть они могут меняться под воздействием разных факторов. Вот тоже интересные результаты, то есть вот, например, красным покрашены области, где область становится активной, когда речь идет зрительно или аудио о родственниках, о людях, членах семьи, муж, жена, мать, отец, племянник и так далее, социальное взаимодействие между людьми, вот в этих зонах увеличивается активность, если вы увидите, то активность и в классических сенсорных зонах и ассоциативных зонах мозга, а вот зеленым, например, на этой карте обозначены зоны, которые активируются, когда человек говорит о числах, о календаре, о математике, все, что связано с вычислениями, то есть на самом деле как бы вот эта локализация функций, она тоже становится такой динамической, вот предыдущий доклад тоже показал, что как бы вроде бы в этой секции должна быть сигнал от руки, а на самом деле он размазан еще и по соседним областям, и можно использовать частично сигналы оттуда, то есть нет такой локализации, нет такой жесткой фиксации, то есть все как бы плавает, ну и наверное в исключении небольшая секция, у меня есть немножко времени, да, минут 10 у меня еще есть, вот, то надежность, вот все наверное видели в учебниках нейроанатомии, нейрофизиологии эту картинку, это очень известная картинка, которая перевернула нейробиологию, вообще нейрофизиологию существенным образом, несчастный парень Финенс Гейдж, он работал рабочим на стройке железной дороги, они прокладывали туннель, его задача была продолбить дырку, засунуть динамитную шашку и взорвать, ну вот он шашку-то засунула, рванула она раньше, чем положено, его ломом, который он ее запихивал, пробило голову, причем пробило вот таким вот образом, то самое смешное, ну и смешное, наверное, удачно, что человек, мало того, что выжил, он прожил еще 11 лет, и его родственники и знакомые, единственное, отметили, что человек испортился характер, то есть был он добрый, а стал злой, и, так сказать, шортемпера, что называется, вот, и дальше встает вопрос, а как же так, когда сделали потом анализ по сморту, там показали, что он потерял 30% мозга, реально, то есть это все дегенерировало, и сразу встал вопрос, а что же мы тогда, как же так построен наш мозг, что он с одной стороны такой чувствительный, а с другой стороны такой надежный, как должна быть, по какому принципу должна работать нервная система для того, чтобы обеспечить такую надежность, ну и, так сказать, в современном представлении мы знаем, что есть несколько принципов работы нервной системы, то есть с одной стороны модульность, то есть какой-то функцией занимается определенный объем мозга или колонка, например, то есть очень популярный термин колонки, моторные колонки, сенсорные, повторяемость, то, что одну и ту же функцию может выполнять соседние модули, и дублирование, то есть одну и ту же функцию могут выполнять разные системы, вот, например, если вам нужно взять стакан со стола, вы можете взять его правой рукой, вы можете взять левой рукой, ну, наверное, кто тренирован, может взять ногой или зубами, то есть выполнить задачу и решить какую-то задачу, выполнить какую-то функцию, можем разным способом, то есть это имеется ввиду дублирование. С другой стороны, возвращаясь к теме гомеостазы, вот тысячи процессов, которые в нашем организме происходят, нами сознательно не контролируются, то есть кислотность крови, напряжение кислорода в крови или углекислого газа, масса других параметров, сахар, контролируется автоматически, я даже не верю, что подсознательно или бессознательно. С одной стороны, с другой стороны, все мы построены по некому общему принципу, то есть я не знаю там бог или природа, но где-то есть калька, потому что у нас у всех два глаза, две руки, десять пальцев, то есть в нашем генетическом ходе уже записан некий стандарт, согласно которому мы работаем с вариацией, но все эти параметры по умолчанию тоже там записаны, но они все контролируются как, то есть мы знаем, уже с времен Гиппократа, Гиппократ ввел термин гомеостаз, то есть мы знаем, что у нас стройные механизмы, которые поддерживают некое равновесие, и с одной стороны это выглядит так, что если у нас холодно, мы дрожим, если нам жарко, мы потеем, то есть у нас есть две системы, которые поддерживают температуру, непонятно почему, 36,6, но где-то есть то самое стандарт, тест, к которому наша температура все время подходит и держится, да. Понятно, что как бы мы знаем, что за это отвечают структуры ствола мозга, что вот там сложные механизмы, но тем не менее, если мы по какой-то причине захотим искусственно сместить условия, этим занимались 70-80-е годы, кто занимался исследованием стресса, как стресс влияет на нас. То есть если менять температуру, ну например, температура 20 градусов для нас более-менее комфортная, да, но допустим в пустыне комфортно будет 40, а где-нибудь в Норильске 20 будет жарко. То есть люди, которые живут в разных климатических поясах, для них норма разная, то есть они адаптируются к разным условиям окружающей среды. Но если эту температуру еще дальше смещать, да, например, в Аризоне там 50 градусов, 60 градусов на Солнце, вот, то человек с трудом, но тоже может привыкнуть, но может перестроиться только два раза, третий уже смертельный. Это что в сторону увеличения температуры, что уменьшение температуры. Но сам интересен факт о том, что под воздействием окружающей среды мы можем перестроиться на новые условия и приспособиться к ним. И вот это очень важный момент, потому что пластичность, собственно говоря, ну, это вот мы только что обсудили. Есть очень интересная статья немцев, они очень аккуратно с эпидантичностью исследовали, как ведут себя нейроны в различных ситуациях, что такое структурная пластичность нейронов. То есть первую часть-то мы обсуждали, что use it or lose it, да, то есть если увеличить активность, появляются новые синаптические контакты, если ее нет, они исчезают. Но есть еще один тип пластичности, который прямо противоположен. Он называется гемеостатическая пластичность. И смысл-то его в следующем, что если происходит изменение, наша нервная система реагирует, реагирует очень быстро. Но если повторения не будет, то эти изменения исчезают. То есть сколько нужно раз повторить действие, чтобы оно стало привычкой. Вот если вы этим интересуетесь, то литература говорит от 28 до 32 дней. Если вы каждый день будете делать одно и то же действие, то через месяц оно станет привычкой. А когда оно станет привычкой, вот тогда с этим бороться будет сложно. Потому что, например, классический пример из жизни и литературы, если вам зашить карман, сколько раз вы сунете туда руку, зная, что он зашит. То есть это автомат, который продолжает работать. Вот это и есть гемеостатическая стабильность. То есть, с одной стороны, нервная система должна реагировать быстро на изменения. И реагирует она в течение минут и часов. Но в то же самое время, если изменения нужные и повторяющиеся, то организм переходит на новую стадию и уже держит эту стадию по гемеостатическому принципу. Уже отклонение от новой нормы будет сопротивление вот этим отклонениям. Короче, грубо говоря, переходя на философскую, так сказать, последнюю ноту, то речь идет вот о чем. Что мы знаем, что Вселенная идет в порядках хаоса. Энтропия увеличивается. И в этом процессе происходят самые разные изменения. То есть, если мы будем жестко держать наш генотип и нашу физиологию согласно порядку и ничему не изменяться, то мы вымрем просто как динозавр. С другой стороны, если мы будем менять генотип под дуновением ветра, мы не сохранимся, как вид. Но я имею в виду не только человека, но и животных, которые обладают нервной системой. Поэтому задача нервной системы и мозга в том числе держать нас на лезвии бритвы. То есть, с одной стороны, держать способность к изменениям, с другой стороны, держать способность к стабилизации. И вот механизмы, позволяющие нервной системе держать вот этот уровень, и есть пластичность, которая обеспечивается на всех уровнях нервной системы, многочисленными механизмами, является неотъемлемой частью нервной системы. Все, доклад закончен. Спасибо большое за доклад. Это такой, на самом деле, довольно экстенсив, ликбез мне понравилось. Народу тоже, несмотря на то, что народ, по-моему, явно подустал, потому что последний доклад с утра мы с десяти работаем. Вот, может быть, можем один-два вопроса, а потом они поживут с этим всю ночь, и завтра на вашей лекции, может быть, мы продолжим вам вопросы задавать, ну, включая тот материал, который у нас... Ну, и тот же материал, который вы расскажете завтра. Алексей, ты не представляешь, как я вас нагружу завтра. Ничего, мы сильные. Что-то нас не убивает, делает нас сильнее. Кто-нибудь вопрос будет задавать? У меня есть, да, вопрос. Да, давай, вот. Я надеюсь, меня слышно. Вот вы говорили, что пациент, когда вы проверяли обозрительные связи, вы понимаете, что они за 18-20 месяцев организуются. А как вообще можно проверить образование нового связи у пациентов? То есть, объективно как-то. Ну, вот я конкретно вам про этого пациента расскажу. Но если будет время, скорее всего, не будет. Я мог бы и видео показать с ним. Но дело не в этом. Рассказываю просто случай, я думаю, что на этом и все устанут. Молодой человек после окончания школы, трезвый, на машине, попал в аварию, стукнулся головой о стол. В результате пролом черепа, металлическая плитка, шесть месяцев в коме. Полупаралич, половина тела парализованная, титановая пластина в голове, то есть рука-нога с правой стороны не работает. Шесть лет учился, в этом смысле реабилитировался. Потом еще семнадцать лет ходил с уокером. Ну, с этой, как он называется по-русски, даже не знаю. С ходунками. Вот. Ко мне пришел на ходунках, на колесиках. То есть, вот он говорил невнятно. То есть, что он говорит, было непонятно. Только мать понимала, что на самом деле имел в виду. В то время мы занимались восстановлением равновесия. То есть, и конкретно начали с ним работать. Ну, потому что по настоянию, скажем так, знакомых. Потому что, на самом деле, выпадал из обоймы наших пациентов. Вот. Начали мы с ним работать. Равновесие восстановили более-менее хорошо где-то за месяц. Более-менее. Выправили осанку. Он начал говорить лучше. Но потом он через три месяца... Да, через три месяца начал ходить с палочкой. Через шесть или восемь месяцев начал пробовать ходить без палочки. Только кто-нибудь его держал за руку. А потом вдруг, на восемнадцатом месяце, он говорит, что у него начали двигаться сначала пальцы ног, потом ноги, потом руки. Потом он начал говорить. А через двадцать три месяца начала восстанавливаться чувствительность. Причем, опять-таки, почему-то с подошвы каждый день по два-три сантиметра поднималась. Сначала ноги, потом корпус, потом руки, потом, значит, он начал чувствовать шею, начал чувствовать рот, потому что он не чувствовал раньше. Значит, с этой стороны мог ниткой работать, иначе он себе резал десны все время, потому что не чувствовал где. Вплоть до точки повреждения, вплоть до титановой пластины, вот это восстанавливалось. Каждый день по два-три сантиметра с подошвы. Вот как вы можете объяснить вот этот процесс? Иначе как? Врастание, разрастание нейронов, а потом последовательное посегментное соединение в позвоночнике. У меня нет другого объяснения. Известно уже, литература показывает, что нейроны спинного мозга после перерезки аксонов способны восстановить аксоны. Это требует месяца, но они способны вырастить поврежденную часть аксона по следам, которые остались после ее дегенерации. К сожалению, в мозгу это не происходит, только в спинном мозгу, пока доказано. Спасибо, да, большое. Очень интересно. Да, спасибо. Юрий Петрович, тогда мы, наверное, это все поблагодарим. И завтра мы ждем вас по расписанию с трансливальной стимуляцией. Да, с удовольствием. Вот. Спасибо большое, да. Спасибо, что уже и вопросы на завтра. То есть, всем, кто захочет задать, мы будем мучить Юрия Петровича. Вот. И все, спасибо. Да, всего доброго. До свидания. Спасибо большое. Хорошего дня. Коллеги, вот на сегодня у нас программа закончена, да? Вот завтра мы вас ждем. Ну, во сколько там программы вас ждем? Вот. И спасибо за хорошие вопросы и за активную работу. До свидания.